Здравствуйте! Ну вот, мое новое приобретение, на которое я напросилась. Почему я говорю, напросилась. Есть такой канал, Мария Делон, ссылка на ее канал будет под этим видео. Девушка пересаживала, приобрела бульбофилум амбросия. Я не знаю, по какой причине, мне все время хочется сказать ароматика, не знаю, что такое со мной сегодня. Бульбофилум амбросия. И при пересадке у нее отделились две псевдобульбочки, на которые сразу появились желающие. Но, к сожалению, из Англии нельзя высылать почты растения, но внутри страны пересылать можно. Мой сын живет в Лондоне, и я попросила Марию продать мне две эти псевдобульбочки, то есть переслать моему сыну. А он уже привез мне эти две псевдобульбочки. Как раз он собирался через три недели после пересадки, той пересадки, которую делала Мария, прилететь ко мне в отпуск. Мария согласилась продать мне эти две псевдобульбы. Почему я таким тоном сейчас разговариваю, я вам объясню. Вам похоже, вернее, похоже вот этот вот бульбофилум на две псевдобульбочки, на деленочку из двух псевдобульб? Меня обманули. Здесь вот такая вот открытка, красивая открытка. И послание от Марии. Привет, Ирина. Бульбофилум решил остаться со мной для экспериментов, тем более его нужно выхаживать. А тебе придется смириться с этим красавчиком из нашего орхидейного рая. Подозреваю, что в горшке примерно то же, что я нашла в своем при пересадке. То есть мне Мария подарила взрослое, роскошное растение с большим количеством псевдобульб и с двумя молодыми растущими. Сейчас, минуточку. Вот одна и вот вторая, как вы видите. Я, конечно, несказанно рада моему новому приобретению. Не могу сказать, что я обиделась на Марии. Огромное ей спасибо. У меня нет никаких слов. Такой красавчик. Я носила с ним, ну, как курица с яйцом. Возможно, даже больше. Вчера никак не могла решить, как мне его посадить. Он у меня второй бульбофилом. Один, который я приобрела у Швертера полтора года назад. Оказался с фузариумом. Тоже тогда пришло. Вернее, он заразился, наверное, фузариумом. Я не буду сейчас говорить, что он пришел такой. От Шумбурги. Ну, в общем, это старая история. Я не буду ее повторять. И я недавно приобрела, ну, как недавно, полгода, наверное, назад я приобрела еще один бульбофилом. И вот второй. Этот бульбофилом Амбросия, насколько мне написала Мария, ей нашептали, что он требует немного меньшего полива, чем другие бульбофиломы. Я хотела посадить его на блог. Но, насмотревшись видео про посадки, конечно, у меня не такая бурная фантазия творческая, как у Светы Вальсгерберн, но я постаралась сделать что-то наподобие. Насмотревшись ее видео, вчерашнее видео, я дам вам ссылку, кому интересно, такие необычные посадки, где Света сажала свою целогину. Она посадила ее в такую корзинку, в которой продают, сажают, вернее, тюльпаны, нарциссы, перепутаю слова с греческими сейчас, извините. И в эту корзинку она сделала примерно вот такую же систему. Ну, там есть подробное описание, я уже не стану показывать, это будет обезьянничество. На дно она положила вот такой вот кокосовый мат. Правда, она положила намного плотнее, я положила маленький слой. Затем тоже я положила кору, рубленные корни папоротника. Кто живет в Греции, рубленные корни папоротника мы можем найти только на большие праздники. Вот, допустим, сейчас на Пасху в Лиде будут такие гнезда, из таких темных, как прутики, веточек, проволочка, что ли. Вот это и есть корни папоротника. Орхидеям они очень-очень нравятся. Подложила эти корни папоротника, а сверху уложила вот такой вот кусок живого древесного мха. Древесный мох хорош тем, что он выбивает лишнюю влагу и не дает закисать ни грунту, ни растению загнить. Где я приобрела такой мох? Ну, я приобрела у Гогуса. Они привезли на праздники, я уже не помню, то ли на 14 февраля, то ли на какой-то другой праздник. Но это было не так давно, около месяца назад. Декоративный мох. И мне любезно продали целый ящик вот такого вот древесного мха. Я его опрыскиваю каждый день практически. И он до сих пор живой и прекрасный. Ну, вот первая моя посадка я добавлю во все блоки, конечно. Те, что не видят очень яркий свет. Прекрасный мох. Я не знаю, я очень довольна. Он мне так нравится. Если бы я могла передать вам запах, как он пахнет вот такой свежестью лесной. Это лесной мох, это не свадну. Живой. Корни, кстати, в море у этого бульбофилма в приличном состоянии. Конечно, в дороге отломилась пара корешочков, но ничего страшного. Сын вытряхнул из горшка. Осталось несколько штучек таких вот кокосовых. Но вытряхнул из горшка, завернул в бумагу, завернул в пупырчатую пленку. Боялся, что сломалось растение, но растение не сломалось. Он даже его поливал. Это большая заслуга. Не забыть, он очень много работает. Но не забыл поливать его. В общем, я просто в бурном восторге. Об этом бульбофилме я знаю только то, что мне Мария написала, что он требует меньшего полива. Он выдерживает прохладные температуры, холодные температуры. Так написано, по крайней мере, в инструкции. И он очень ароматный. Что для бульбофилмов, простите, как вы знаете, довольно большая редкость. В общем, когда он немножко адаптируется, я подвешу его над моим бассейном. А летом, по всей видимости, вместе с Дракулой, которую я сейчас ожидаю, он будет сидеть под конденционером. Я так предполагаю. Но посмотрим, как будет дальше развиваться этот бульбофилум. По-моему, замечательное растение. Ну, не по-моему, а вообще замечательное растение. Просто невероятно красивое. И немаленькое. Здесь 9 псевдобульб и 2 молодые. То есть, 11 псевдобульб. У меня не было такой корзиночки, как у Светы. Но я распотрошила, выбросила прищепки. Положила, как я уже сказала, на дно вот такой кокосовый матик. Затем, ну, все перечисленное. И даже можно будет вот так вот подвешивать. Он не выпадает. Разумеется, я закрепила не так красиво, как Света. Но, все-таки, тоже очень неплохо. На мой взгляд, не знаю. Спасибо. Если вам понравился этот бульбофилум амбросия, поставьте ему лайк. А если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием. Спасибо.